КАМИЛЬ КАРО Писовка и эскизы Каро ценится почти столь же высоко, как и законченные картины. Цветовая гамма Каро основана на тонких отношениях серебристо-серых и жемчужно-перламутровых тонов. Известны его выражения «Валеры прежде всего». Я, пользуясь Википедией, набрал картин из интернета. Каро получил свои первые уроки живопись у пейзажиста Мишалона, а после его смерти обучался у Бертен. Исследователи находят определенную связь между работами Каро и его предшественников – Каналетто, Гварди, Лорена. Но в целом его искусство очень самобытно. В частности, он отличается от параллельно развивающегося искусства барбизонцев, чьи пейзажи, посвященные быту французской деревни, были слишком статичны. Большое значение для творчества Каро имело путешествие в Италии. Позже он возвращался туда еще два раза. Каро ездил в Бельгию, Нидерланды, Англию, регулярно посещал Швейцарию, много путешествовал по Франции, Нормандии, Бургундии, Провансии и т.д. Камиль Каро поддерживал претельские отношения с другими выдающими художниками своей эпохи. С Гюстовом Курбе они выезжали на пленэр, где работали вместе с художниками Ипполитом Праделем и Огейном, образовав недолговечную художественную группу «Порт Берто». Работая на пленэре, Каро создавал целый альбом ультюдов. Зимой он писал в студии картины на мифологические и религиозные темы, стремясь добиться успеха в салоне. Первую свою картину отправил туда уже в 1827 году. Писал портреты. В портретах Каро чаще всего изображены нежные и грустные девушки, иногда на фоне пейзажа. Иногда портреты Каро перекликаются с работами Леонардо да Винчи и Рафаэля. Руки, портретируемых, сложены таким образом, как на картинах мастеров Возрождения. Но большинство картин Каро – это пейзажи. Уже в начале своей карьеры в Италии он создал большое количество этюдов в стиле Мишаллона, наполненных воздухом и светом. Каро нельзя признать колористом. На его картинах всего несколько основных тонов, зато широкое использование валеров позволяет мастерски передать настроение, зачастую осенние, грустноватые. Валер – это в живописи тональный нюанс, градация одного и того же хроматического тона, цвета по светлоте. Среди различных осенних полутонов и оттенков, только в одной точке картины может иногда мелькнуть яркое пятнышко, например, шапочка рыбака. Каро оказал влияние на импрессионистов, с которыми был знаком лично. «Больше всего мне нравится в Каро то, как он одним сучком дерева умеет передать вам все», – говорит Агюс Айнуар. Всего Каро написал более трех тысяч картин, создал десятки афортов. Такое количество произведений породило подделки, имитации, трудности и атрибуции, что позднее привело к падению спроса на работы Каро. Известны случаи, когда, встретив понравившую ему подделку под Каро, художник знака одобрения, мастерства, фальсификатора подписывал его своим именем. «Умер Каро 22 февраля 1875 года в возрасте 78 лет». Ну вот, все вкратце о французском художнике и гравюре Жане Батисте Камиль Коро. Пока-пока, до свидания, смотрим на работу. Субтитры создавал DimaTorzok